Они были командой, кто-то из КВН, кто откуда, они друг друга знали, дружили, было уже все схвачено. Они сняли первую серию, это очень мало, сейчас скажу, 100 тысяч рублей. Первая серия была снята вот в бюджет этой серии. Потом она отдается на канал и волшебным образом, как все говорят, какой-то фурор. Но на самом деле там есть очень классный ключ. Через юмор мы показываем, там же есть фраза, что стать другим реально. То есть не важно в каком ты городе, не важно какая социальная у тебя там история была до, главное, чтобы ты стремился. А юмор, почему юмор? Потому что через юмор мы легче всего воспринимаем информацию. И наверное это, то что есть моральный такой вот смысл в этом во всем, это и повлияло. Что мы, посмотрев серию, первое, что мы сказали, второе, а ведь у меня так же, а третье, а как он вышел из этого? Нет, была снежка, например. И с полной бабочкой. И я отказалась. Когда мне предложили, когда я прошла кастинг, я отказалась от участия там, потому что мой мастер, это, кстати, тоже такой моментик важный, оставаться и делать то, что ты хочешь. Потому что твое внутро тебя все равно приведет и ведет по правильному пути. Даже если ты постоянно в этом сомневаешься, все равно ты чувствуешь, что тебя ведет. Ну и так вот, я отказалась, потому что мой мастер сказал, что тебе, ну ты не справишься, и учеба. И он был прав, я не успела закончить. Но ничего страшного, потому что я все-таки пришла вновь и режиссер мне объяснила, что в принципе люди за этим едут в Москву, в Петербург, а тебе вот так вот блюдечко с золотой каемочкой, и ты будешь кусать локти. И я сказала, хорошо, я не буду кусать локти, я согласна. И рискнула, и опять же срабатывает тот, кто не рискует, надо рисковать. Даже если все не случится, в любом случае нужно делать, чтобы потом сказать, пожалеть, не пожалеть, что не сделаем. Не за что. И, кстати, он будет еще дальше идти, еще пару сезонов точно будет пацанов, потому что сменилось поколение, и вот когда мне ребята там в 16 лет пишут, а Лерка классная, ничего не меняется, мы все время актуальны. То есть получается, что реальные пацаны, несмотря на кажущуюся легкость и поверхность, ну стебность, его даже как бы низкопробность, знаете, что он намек, да? На самом деле он, ну, о нас, о каждом, и в этом его сила и секрет. Да, создатель реальных пацанов, на самом деле, по новому сообразованию, если можно сказать, филолог, человек, который просто всю юность наблюдал за разными ребятами и переживал за это.